Душевный праздник музыки за Беларусь. На летней сцене городского парка культуры и отдыха зазвучали молодые голоса звезд белорусской эстрады. Концерт стал настоящим подарком для зрителей, ведь со своими песнями выступили отечественные исполнители. Среди них – сестры Груздевы, обладательницы гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» Ангелина Ломака, группы «Перцы» и «Чистый голос». Городской парк культуры и отдыха был в минувшую субботу праздничным. Здесь прошел концерт «За Беларусь» с участием звезд белорусской эстрады. Но на сцене не только исполнители. Музыкальные номера чередовались выступлением спортсменов, медиков и депутатов Пинского городского совета. У нас принято как-то в быту жаловаться. Вот маленькие пенсии, там зарплаты не совсем высокие. Хотелось бы чего-то лучше. Но посмотрите наши дворы. В каждом дворе стоит, в общем-то, куча машин. Некоторые жалуются. Вот мы ездим, ну почти, как говорят, на металлоломе. Но этот же металлолом на воде и на воздухе не ездит. Его надо заправлять. И они постоянно эти машины движения. Это то есть говорит о том, что благосостояние людей позволяет ездить на этих автомобилях и все остальное. Нам есть чем гордиться и есть что сказать о достижениях последнего 25-летия. С такими словами к зрителям обратилась и Татьяна Лугина. Мы особенные, потому что мы социально ориентированные. Да, это непростая миссия. Да, мы выбрали свой путь. И, конечно же, если рассматривать с точки зрения экономики, достаточная часть бюджета направляется на социальную поддержку и малообеспеченных слоев населения, и поддерживаются инвалиды, поддерживаются люди, которые из-за каких-то условий оказались в трудной жизненной ситуации. Но, тем не менее, мне кажется, мы должны гордиться тем, что мы приходим на помощь всем людям, которым она необходима. Большое внимание в Беларуси уделяют спортсменам и укреплению спортивной материально-технической базы. В Пинске выросли сотни спортсменов, которые прославили страну и на престижных европейских соревнованиях, и стали чемпионами мира. Я являюсь судьей международной категории по тяжелой атлетике. По долгу службы приходится ездить в разные страны. И хочу сказать, что есть с чем сравнивать. Посещаю страны, которые довольно небедные, но если сравнивать уровень оснащенности спортсооружений и обеспечения спорта, то, наверное, в нашей стране условия далеко не самые худшие. Это точно. В этом году пристальное внимание было приковано к медицине. Их работа стала особенно заметной в пандемию коронавирусной инфекции. В результате чего мы имеем результат, который на данный момент расценивается всеми как минимум приемлемый. В результате всего этого, мало того, произошло дооснащение больниц в плане технического обеспечения аппаратурой, кадровая составляющая. Но нельзя не упомянуть, что были применены достаточно серьезные меры материального стимулирования. Градус настроения повышали звезды белорусской эстрады. Особенно тепло пенчане встретили обладательницу у Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» Ангелину Ломака. «Витебск-2020» Таким был день до выборов. 9 августа, в воскресенье, практически сразу после закрытия участков для голосования, в центр города стали стекаться люди. О том, что происходило на улицах и в скверах, и какова правовая оценка несанкционированных мероприятий, в комментарии Пинской межрайонной прокуратуры. После проведения избирательной кампании, после проведения посредственных выборов, группа граждан, соответственно, совершила на территории города Пинска ряд противоправных действий. 10 августа 2020 года возбуждено уголовное дело Пинским межрайонным отделом Средственного комитета по части 2.213 ГК Республики Беларусь в отношении граждан, которые приняли участие в проведении массовых беспорядков, которые в том числе сопровождались населением над личностью, сотрудников органов внутренних дел, иных граждан. Кроме того, сопровождались уничтожением и повреждением имущества. Данное преступление, при смотре части 2.213 ГК Республики Беларусь, относится к категории тяжких, предусматривает лишь один возможный вид наказания, и лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Был задержан ряд лиц. Соответственно, после проведения отложенных следственных действий с сотрудниками органов предварительного расследования будут приняты меры по применению в отношении лиц, которые непосредственно принимали активное участие организаторам, в отношении организаторов данных мероприятий, будет приниматься и решаться вопрос о применении меры пресечения, присмотренная действующим ГУНО-процессуальным кодексом. В настоящее время в Пинской центральной больнице на излечении находятся 12 граждан, в том числе 8 сотрудников органов внутренних дел. Травмы различные, в основном это закрытые черепно-мозговые травмы. В настоящее время их состояние здоровья не вызывает опасений. Медицинские работники Пинской центральной больницы предлагают все усилия, чтобы наши граждане вернулись к своему полному здоровью. Городу был нанесен ущерб, пострадали элементы благоустройства, новой улицы пешеходной нашей Ленина, это были разломанные лавочки, зверские, варварские, также урны пострадали, их помяли, выбросили в речку. Часть освещения, плафоны были вырваны, и я так понимаю, что их там бросали. Также цветы. Самое, наверное, было неприятное и болезненное, это то, чем мы украшаем город, это наши цветы. Клумба вдоль сквера горисполкома была вытоптана просто варварски. На следующий день мы силами своих работников, в том числе и инженерно-технических, наводили порядок, демонтировали и вывезли пострадавшее имущество для восстановления реконструкции, привлекались дворники для уборки, привлекалась техника, привлекались поливомоечные машины для смыва покрытия от пива, других каких-то напитков липких, которые оставляют следы грязи, жвачки, очень много обломков стекла бутылочного. Вот это нанесло серьезный ущерб, порядка 3-3,5 тысяч еще мы подсчитываем, потому что ущерб, его посчитать можно тогда, когда мы уже отреставрируем и привезем на место все элементы благоустройства. После проведения названных беспорядков уже вчера, 5-го числа, также сотрудниками правоохранительных органов был задержан ряд граждан, которые, в свою очередь, приняли участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Стоит отметить, что ответственность за совершение данных противополных действий предусмотрена действующим административным законодательством и предусматривает в том числе как имущественное взыскание в виде штрафа, так и административный арест. Обращаю внимание, в очередной раз, и хочется обратить внимание граждан в данное время, необходимо обратить внимание на поведение своих детей, своих родных, обратить внимание и убедительно предупредить их о недопустимости противоправного поведения, не поддаваться на провокации. Пинский городской районный исполнительный комитет информирует. В интернете появились призывы к участию в несанкционированных мероприятиях и массовых беспорядках, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, погромов, поджогов и общественную опасность. Просьба к родителям предостеречь своих детей от участия в несанкционированных мероприятиях. Местные органы власти призывают граждан не поддаваться провокационным призывам.